Валерий Седов 9 апреля жители всей страны писали тотальный диктант. Впервые эту акцию провели 18 лет назад. С тех пор ежегодно тысячи россиян всех возрастов снова садятся за парты и проверяют свою грамотность. В Рязани в этот раз диктант писали почти 500 человек. В школьные годы при слове диктант у многих кровь встыла в жилах, но добровольная проверка собственных знаний совершенно другое дело. Потому акция «Тотальный диктант» с каждым годом собирает все больше любителей великого русского языка. Это культурно-просветительский проект, который объединяет миллионы людей по всему миру, людей, которые пишут и говорят по-русски, любят русский язык. «Тотальный диктант» – это общественный проект, он реализуется силами волонтеров. Как правило, текст к «Тотальному диктанту» специально пишет известный современный писатель. В этом году Марина Степанова, лауреат премии «Национальный бестселлер» и «Большая книга». К диктанту писательница подготовила рассказ о жизни подростка из Воронежа конца 19 века и его встречи с первой любовью. А потом на обмерший Воронеж обрушилась вода, рычала, бросалась на крыши, на водогонники, хребела в насученных трубах, рыскала, нападала и по вершинам деревьев вея было, как нашла. Рязань пишет диктант «Восьмой год», в этот раз в 23 местах. Среди них РГУ Есенина, Центральная городская библиотека, областная библиотека имени Горького. На главной площадке в Горьковке диктант читал журналист, литературный критик Константин Мильчев. «Каждый год в новом городе читают тотальный диктант. Единственный раз как раз в год локдауна, то есть в 2020 году я пропустил, это должна была быть Рязань, в последний год отменился, я уже не смог найти себе, не успел найти себе город. Наверное, поэтому мне отдельно важно прочитать именно в Рязани в этом году». В библиотеке в этот раз собралось около 200 человек, среди них взрослые и дети, школьники и родители, учителя и экономисты, пенсионеры. «Тотальный диктант» пишу не в первый раз, но в Рязани я пишу в первый раз. Я сама из Коломна, Рязань – моя родина. И в этом году я решила написать «Тотальный диктант» на своей родине. Последний я писала в 2019 году, я написала на 5 баллов. Я с детства люблю русский язык, поэтому мне приятно принимать участие в таком мероприятии. «У нас традиция, в четвертый год подряд мы ходим на «Тотальный диктант» в библиотеку «Горько» вместе с нашим, с нашим учительным русского языка и литературы. Первый раз мы пришли в шестом классе, ну, конечно, мы получили наши первые двойки. Мы десятые, а здесь еще есть восьмое, а пятые, а вот пятый Б стоит. Так что у нас тут целая школа. На пятерку напишем? Не знаю. Да, на пятерку. Текст открывают прямо перед началом диктанта. Учитывая часовой поезд, в котором находимся мы, Рязань писала третью часть рассказа Марины Степановой. Я тоже решила проверить свои знания и, признаться, поняла, что стоит освежить в памяти некоторые правила. Проверяют диктанты профессиональные учителя русского языка. Результаты можно узнать после 28 апреля. Всех отличников наградят специальными призами 28 мая, прямо во время ежегодной акции «Ночь в библиотеке». Очень рассчитываю, что буду в призах. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». 285 миллионов рублей дополнительно получит Рязанская область на борьбу с COVID-19. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Андрей Макаров. Деньги поступят из нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Эти доп. средства пойдут на лечение не только больных коронавирусной инфекцией, но и людей с подозрением на COVID-19. Глава региона Николай Любимов подчеркнул важность принятого решения и добавил, что «дополнительные средства позволят региону серьезно укрепить систему медпомощи больным коронавирусной инфекцией». Только начали снимать коронавирусные ограничения, так на предпринимателей сразу обрушились новые проблемы из-за санкций. Но, говорят, все было просчитано заранее. И государство уже обозначило специальные меры поддержки для предпринимателей. Например, продлили кредитные каникулы, отсрочили плановые проверки. В Роспотребнадзоре обещают пока не лютовать. Мораторий на проверки бизнеса – лишь первая из заявленных преференций. Сегодня власть благоволит любому виду бизнеса. Понятно, что эти компании в приоритете. Но ослабление хватки Роспотребнадзора все-таки касается всех. Николай Любимов озвучил предпринимателям, чего еще ждать в ближайшее время. На 12 месяцев продлен срок действия лицензии и иных разрешительных документов. До конца 2022 года введен мораторий на проведение всех контрольно-надзорных мероприятий. В отношении бизнеса для IT-компаний до конца 2024 года. На два года перенесены сроки введения в действие ряда обязательных требований. В том числе по маркировке продукции. Плановые проверки Роспотребнадзора заморозили до конца года. А вот внеплановые все же могут быть. Но их обяжут согласовывать с прокуратурой. Все предписания от ведомства продлевают на 90 календарных дней со дня истечения их срока. Управлением Роспотребнадзора Рязанской области будут проводиться плановые контрольно-надзорные мероприятия только в отношении объектов контроля, отнесенных к категории чрезвычайно высокого риска. Образовательная сфера. Организация питания детей. Летние оздоровительные организации. Родильные дома. Перенатальные центры. Социальные услуги с обеспечением проживания. Деятельность по водоподготовке и водоснабжению. Роспотребнадзор по Рязанской области уже отменил 83 проверки. Для тех же, кого уже проверили, небольшая памятка. Теперь предприниматель может отправить запрос о продлении срока исполнения предписаний. Но есть одно условие. Нужно успеть подать заявление до истечения срока. Тем более, что в регионе работает специальная горячая линия. Минсельхоз Рязанской области анонсировал рекордную посевную кампанию за последние 25 лет. Будет засеяно больше миллиона гектаров. Аграрии уже готовы приступить к работам. Начнут они со дня на день. На федеральном уровне определили 5 основных векторов помощи аграриям. Например, больше 150 миллиардов рублей выделят на льготные, краткосрочные и инвестиционные кредиты. Еще 5 миллиардов выделят на поддержку семеноводства и селекции. В приоритете снабжение аграриев удобрениями и увеличение собственного производства сельхозтехники. Стратегия развития АПК и рыбохозяйственного комплекса будет пересматриваться в соответствии с долгосрочными вызовами. Адресная программа переселения из аварийного жилья в регионе работает в ускоренном режиме. Рассчитана она на 2019-2025 годы. Планируется, что все этапы программы завершатся до конца 2023 года. В планах расселить чуть больше 1400 квартир, то есть почти 3400 человек. Уже расселены 500 помещений. Правительством страны принято решение поддержать регионы и помочь сохранить темпы переселения из аварийного фонда. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о перераспределении средств фонда содействия реформированию ЖКХ. По этому постановлению регионы смогут использовать средства из федерального бюджета, предусмотренные на 2023-2024 годы уже сейчас. Кроме того, стоимость расселения теперь будет рассчитываться исходя из текущей рыночной стоимости квадратного метра. Раньше использовался показатель 2019 года. Второй матч после возобновления второго дивизиона ФНЛ провели футболисты Рязани. В гости к нам приехала команда из Саранска и шансов хозяевам не оставила. Хотя все могло быть иначе. Судьбу матча решил ключевой эпизод. Очный поединок и Рязани-Саранск начали с обоюдоострых атак. Фактически без разведки. Визуально хозяева больше владели мячом, они подавали больше угловых, били стандарты. Но до по-настоящему опасных моментов дело у ворот Максима Айсена не доходило. А на 41-й минуте гости неожиданно открыли счет и сделали это при явном судейском ляпе. После подачи углового мяч отскочил от перекладины в поле, но саранские футболисты на подборе оказались первыми. Заброс в штрафную и находящийся в явном почти метровом офсайде Дмитрий Сысуев отпасовал его дальше на набегающего Ивана Хлебородова. И тот беспрепятственно поразил пустой угол. 0-1. Офсайд четко фиксирует повтор. Тем не менее, гол был засчитан. И на послематчевой пресс-конференции главный тренер хозяев заострять внимание на этом не стал. Здесь индивидуальные ошибки игроков, кто играет персонально, поэтому нужно над этим работать. Ну а так, к сожалению, не всегда получалось последнее взаимодействие. Плотно сыграла команда Мордовии. Около своей штрафной пытались, но было сложно. Достаточно квалифицированная оборона. На второй тайм хозяева вышли, что называется, с открытым забралом и сразу установили контроль над мячом. Территориальное преимущество по-прежнему было за синими, но редуты красных держали удар. Гости ждали своего шанса, и они его получили. Снова угловой, крученный навес и выше всех в эпизоде прыгает Радик Юсупов. 0-2, без шансов для Сергея Правкина. Третий мяч, словно под копирку предыдущему, влетел в Рязанские ворота уже в компенсированное арбитром время. 0-3, разгром по счету, но не по игре. Наша команда сегодня проявила характер. Несколько игроков играли не на своих позициях. И добились такой нужной победы. Мы много моментов не реализовали в прошлой игре. И в этой, видите, как получилось, что в гостях забили три гола в стандартных положениях. Я думаю, что ребята большие молодцы. После этого матча рязанские футболисты пока в нижней части сводной таблицы. Следующий матч у них гостевой с молодежью из Химака. 23 апреля Рязань возвращается домой и примет Строгино, который пока после зимней паузы в чемпионате только выигрывал. Максим Васильев, телекомпания «Город». А редкое внеспортивное явление можно было наблюдать в Рязани 9 и 10 апреля на хоккейном матче НМХЛ. Молодежку Рязань-ВДВ прямо после полуфинального матча плей-офф зрители буквально завалили мягкими игрушками. В сети назвали все это «Медведопад». Администрация клуба и болельщики решили собрать для детей Донбасса и Украины игрушки и подарки. Любопытный нюанс. Те, кто хотел подарить детям хрупкие игрушки, такие как конструктор, куклу, кубики, налет их не кидали, а могли оставить в специальном месте сбора в фойе. Подарки передадут эвакуированным жителям Донбасса и Украины. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом у нас все. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире.